итак всем привет хотелось бы немножко начать со вступления собственно как будет проходить данный видео урок буду записывать как записывать то есть со всеми файлами со всей фигней переписывать урок наверное не буду скорее всего не буду ибо лень вот теперь что касается самого урока под видео вы найдете ссылки в описании к видео на вот эту папочку она будет в архиве здесь будет все лежать для урока а теперь что нужно вначале как бы сделать это зайти в свойства системы а во вкладку дополнительно параметры дополнительно и вот здесь вот где виртуальная память выбрать какой диск и отметить размер по выбору системы это для того чтобы у вас гудини не падала при потому что смотря сколько вы будете делать сэмплов по этому уроку как бы у вас будет жираться определенное количество оперативной памяти и 16 гигабайт не допустим не хватало поэтому приходит пришлось включить виртуальную память это что касается так теперь нам понадобится сама собственно говоря гудини заходим на официальный сайт идем во вкладку download и ну идем сюда попадаем вот на эту страницу скачем учебную версию абсолютно бесплатно есть еще такая как бы учебная версия для художников за 100 баксов можно купить ограничение сейчас рассказывать пока не буду ну собственно почитайте сами поймете тут как бы watermark показывается здесь не показывается нельзя совсем бесплатный рендерить full hd за 100 баксов можно ну собственно суть у нас такая что нужно нам нужно скачать бесплатную версию для данного урока она вполне подойдет да и вообще она в принципе подойдет в ней работать можно вот естественно она не для коммерческого пользования вот после того как вы нажмете вот на эту ссылку то вы попадете вот на эту страницу здесь будет вопрос как вы узнали о гудини отмечайте нам что угодно вот здесь как бы вас спрашивают о том что как вы хотите использовать учебную версию здесь вводите email адрес и если вы отметите вот эту галку то вам разработчики будут присылать новости а вот тут соответственно выбираете операционную систему windows mac или linux здесь если windows то для xp или для семерки 64 32 бита и собственно скачиваете устанавливаете это что касается как бы подготовки к к тому что чтобы начать работать к потом под видео вы скачаете архив он будет содержать вот эту вот папку майнкрафт заходите в нее извиняюсь немного болею а вот видео пишется в пять утра так что еще и спать хочу а вот это вот вот этой папки у вас не будет у вас тут будет только гео отельки ассеты а папка схематик в ней тоже ничего не будет и ворлд это мир из эмси эдита вот а когда установить все установите гудини проделать все вышесказанное вот запустить запускаем вот этот вот файл файл проекта гудини у вас откроется гудини сама и по идее вы должны увидеть примерно вот это так теперь немного о навигации в гудини ну тут саму сама сам суть урок урок сама суть урока заключается не в том чтобы научить вас работать как бы в гудини это за один урок вообще невозможно сделать здесь будет как бы рассмотрен процесс экспорта эффектов можно так сказать собственно в сам майнкрафт вот так навигация осуществляется следующим образом зажимаем пробел то есть нажимаем держим нажимаем левую кнопку мыши крутим то есть перемещаем как бы камеру ну грубо говоря камеру вот правая кнопка мыши это зум средняя кнопка мыши это перетаскивать теперь нам нужно зайти вот сюда мы видим вот такую вот фигню дерево нот в которых собственно ничего не понятно пока вот 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 это геометрия это обычный чайник собственно если вот включить то можно будет увидеть что это чайник вот теперь как собственно юзать это все дело если вы будете делать геометрию экспортировать майнкрафт то тогда вам нужно будет загрузить вот сюда геометрию потом зайти вот в эту ноду и здесь как бы постараюсь объяснять совсем бытовым языком гудинщики наверное скорее всего меня не поймут те кто работает в гудине но им это и не нужно потому что они просто откроют собственно говоря файл проекта и сами поймут как все вот это работает вот для людей которые не знакомы с гудине постараюсь урожать совсем прям просто может быть не совсем правильно но по крайней мере мне кажется что это будет более понятно для людей которые не работали с гудине вообще но это на мой взгляд опять же может это совершенно будет нифига не понятно но это как бы уже как говорится не мои проблемы постараюсь как можно проще урожаться вот вот это нода она отвечает грубо говоря за качество за качество именно непосредственно облака вот это вот как бы то есть мы зайдем в рендер трендер им наш чайничек он как бы вот состоит из такого типа дыма облака вот если здесь менять грубо говоря руль качество весь находится вот тут то есть если мы поставим допустим сэмплов не 64 а 100 то пройдет какое-то определенное количество времени ну 100 наверное не совсем верно не очень заметно разница будет допустим 30 вот да и допустим 150 это так сейчас кратенький такой обзор то есть вы видите да то есть именно вот это вот руль качества вот это нода отвечает за размер грубо говоря и качество непосредственно в самом майнкрафте то есть если вы здесь будете ставить сэмплы то во-первых будьте как бы благоразумны что ли не знаю как выразиться правильно точнее и не ставьте много потому что все равно в майнкрафт вы больше чем 10 24 ну 1024 сэмпла не засунете никогда да вот и плюс у вас сожрет всю память даже при ну я думаю вот у меня 16 гигов 800 сэмплов я ставил и как бы 16 гигабайт не хватило вот поэтому я собственно и попросил вначале поставить чтобы еще файл подкачки работ так теперь так 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 эту ноду вроде разобрали теперь вот это значение должно как бы быть одинаковое то есть если здесь 8 то здесь 8 и здесь 8 если здесь 10 то здесь 10 и здесь 10 это влияет на вот этот вот куб грубо говоря вот теперь так так вот здесь вот если вы будете ставить то есть нужно понять как бы наверное покажу что вот это вот качество а вот это нода отвечает за качество в самом майнкрафте то есть чем больше качество выше ну как бы качество это не совсем так не совсем даже правильно но я говорю я попытаюсь языком более простым выражаться то есть как бы чем больше тут сэмплов вот в этой ноде Volume 1 тем как бы больше объект будет в самом майнкрафте и у него будет больше резолюция что и так выразиться резолюция тоже не совсем правильно как бы качество объекта будет выше соответственно ему требуется для построения больше кубов для построения этой модели соответственно размер у него увеличивается поэтому здесь вот сэмплы учитывайте тот факт что 1024 это максимальная допустимая норма что ли так выразиться ну наверное да выражусь так но максимально допустимая норма для майнкрафта вот это что касается этого инструмента теперь а значит навигация по вот этому окну осуществляется так то есть перетаскивание средняя кнопка мыши колесо это зум вот ноды расцепляются и сцепляются таким образом что берем вот вход допустим появляется такая вот кривая безе или не знаю назвать ну вот такой мы его отключаем также и тут отключаем вот мы чайник отключили у нас его нет нам теперь нужно определиться допустим если вы будете использовать эффекты типа пиро и фикс да то нам вот эта нода не нужна вот нам нужно экспортировать то есть это в принципе наверное надо показать ну допустим вот создадим сферу уменьшим уменьшим ее в размерах применим к ней пресет вулкану вот теперь запустим симуляцию подождем пока симуляция завершится допустим ну вот допустим нас устраивает вот этот результат сразу хотелось бы оговориться не хочу делать как бы это уже сейчас может перелиться просто если разговаривать опера фикс вылиться грубо говоря в урок по оперу фикс а у нас все таки урок немножко другой вот хотелось бы только вот сразу чтобы люди не искали потому что ну люди которые не знакомы с гудине они очень долго будут искать это все дело руль качество дыма находится ну заходим вот автодоп нетворк первое и вот здесь вот дивизион чем меньше вот это значение тем грубо говоря качество дыма будет лучше но это не совсем тоже так ну как бы основной руль здесь вот еще раз извиняюсь болею вот так теперь мы создали вот такой вот дым мы его хотим экспортировать в майнкрафт для этого заходим вот сюда это что касается вулкана если вы будете делать немножко другого допустим торнадо как будет дальше то там немножко по-другому сделано вот ну суть в общем заходим сюда импорт и и и и и и заходим вот в эту ноду то есть выбираем эту ноду здесь геометри файл выбираем расположение ну какое хотите ну как бы в рамках этого урок я буду записывать все вот в эту папку которая которая которую собственно вы скачаете там под видео или если вы на форуме будете смотреть и то скачаете там грубо говоря так вот а теперь заходим в папку майнкрафт здесь у вас вулкана вот этого вот файла не будет это грубо говоря его не будет будет вот только вот эти два файла вам нужно нажать вот сюда и здесь вписать допустим вулканом видео зажать нажать отцеп здесь рендер по моему так правильно произносится точно не знаю не помню точнее как правильно произносится ну в общем рендерить один кадр грубо говоря вот когда вы тут настроили нажимаем кнопку рендер у нас выскакивает консоль закрываем ее нафиг собственно говоря все эффект уже готов осталось его только подключить а вот теперь тут заморочка небольшая будет вот это вот нода она собственно отвечает за главный импорт вот это вот всего дела мы выбираем файл который нам нужен заходим в нашу папку мы сохраняли файл как мы помним в геометрию вулкану би гео вот теперь у нас здесь тон есть но если мы его подключим через вот эту ноду как бы то есть как вот у нас чайник был подключен то не будет потому что как бы проще как бы объяснить это нода нам не нужна для экспорта именно вот уже вот таких вот эффектов по пресетовых или как правильно выразиться то даже не знаю то есть если вы создаете спиро fx эффект экспортируете геометрию качество нужно настраивать как бы здесь то есть качество самого дыма то есть заходите в пиро и меняете division сайз вот теперь вернемся к нашему дымку здесь вот у нас когда мы подключим сюда без вот этой ноды получается что ничего работать не будет по той причине что expression в volume 1 он обращается к вот этой ноде и и получается так что как бы не может обработать volume mix поэтому берете и переписывать вот этот expression ничего не меняете только стираете совсет и пишите импорт но теперь маленькое отступление если у вас русская раскладка у вас может случиться такая вещь как допустим вы какой-то параметр или еще что-то ctrl c там нажимаете копируете да а он у вас тупо не копируется это все происходит из-за того что у вас раскладка русская приключайтесь на английскую раскладку и клавиатуры и здесь пишите уже импорт так и импорт так написали и теперь если нажмете enter вот поскольку у нас грубо говоря качество дыма настроена уже здесь то нам это нода собственно вот это вот нода она не нужна но ее не надо удалять ее просто надо отключать как бы чтобы рулить вообще по-хорошему этот ассет надо было вообще полностью собрать вынести отдельные рули как бы все нужные ненужные вещи вот и грубо говоря как бы рассказать про ассет но поскольку я ленивый человек мне лень я это сделаю в таком формате вот теперь когда так expression переписали да теперь у нас теперь качество грубо говоря настроена там мы будем рулить сэмплами и вот здесь вот как раз наступает тот момент когда чем больше сэмплов тем как бы больше в майнкрафте будет этот дым то есть если вы допустим делаете вулкан вы сделали как бы terrain сам вулкан типа вот как бы геометрия экспортировали его в майнкрафт и значение сэмплов у вас допустим было там ну к примеру 300 да долго ждать мне кажется хотя хотя нет не особо к примеру 300 сэмплов было то учитывайте этот факт и дым делаете как бы тоже в 300 сэмплов потому что у вас может получиться так что вулкан одного размера а дым там либо больше либо слишком маленький ну то есть это все вот эти параметры надо пробовать то есть я как бы сейчас вкратце расскажу но рулить этими параметрами нужно то есть это все надо попробовать тот случай когда надо реально пробовать вот вот а теперь если это что касается эффект в пиру fx то есть абсолютно так же можно экспортировать экспортировать любой эффект который вы создадите это самое простое это как пример то есть естественно в гудине вы можете там я не знаю делать там и атомные взрывы и там падающие метеориты ну короче что угодно это не как бы урок не по эффектам гудине а как как бы работать с ассетом экспорта в майнкрафт вот ну как то так то есть так здесь мы с этим закончили с дымом вот теперь а что если вы хотите не бинвоксом допустим экспортировать геометрию а через гудине да если вы допустим зайдете в папку гео и загрузите вот этот биджишник то есть это геометрия смурфика то опять же у вас ничего не будет не будет по одной простой причине вот в этом случае когда вы грузите геометрию или в том случае как я покажу дальше старнадо потому что я экспортировал облака точек для того чтобы экспортировать потом в майнкрафт вам нужна эта вот нода ну это как бы вот грубо то есть гудинщики понятно если посмотрят нифига не поймут но я и говорю гудинщикам не надо ничего понимать они сами зайдут сюда и посмотрят как это все дело выглядит и поймут сразу люди которые не знакомы с гудине объясняю пытаюсь во всяком случае объяснять очень просто то есть как раз в этом случае нам нужна вот эта нода она как бы грубо говоря совсем что простым языком она превращает геометрию в облако то есть типа облаков облаков как бы на самом деле не так немножко неправильно но чтобы человек понял как бы пытаюсь объяснять еще раз говорю совсем уж примитивным языком ее подключить можно как то есть ее можно отключить сюда сюда но можно допустим сделать проще выбрать нажать левую кнопку мыши и как бы перетащить загорится вот такая вот желтенькая фигня как бы отпустить и она время вот какой-то пройдет и она как бы подключится вот у нас геометрия то есть если без без учета вот этого волюма то есть можно на этот глазик нажать здесь она вот превращается в в ублака как бы ну вот геометрия она у нас слишком большая нам нужно как бы чтобы в границе этого куба помещалась можно сделать как то есть чтобы совсем если вдруг у вас возникнет что геометрия большая соответственно она будет обрезаться вот по этому кубу экспортироваться именно то есть он будет как бы без ног без шляпы или что это такое хрен знает вот ну в общем суть суть в том что вы импортировали сюда геометрию в биджи файл она приходит сюда здесь превращается грубо говоря в облака и теперь так что теперь а нам нужно ее грубо говоря отскейлить уменьшить ну или увеличить если маленькая геометрия допустим делается это как то есть есть нота трансформ вы допустим можете ее как бы отсюда вызвать но я объясню попроще чтобы сразу создавалась путь вы по этому входу кликайте правой кнопкой мышки и здесь пишите тр допустим и у вас выскакивает список нот и вот здесь будет трансформ вы нажимаете сюда проходит какое-то количество времени так вот нота добавилась теперь нам нужно скейлить переходим в эту часть экрана нажимаем скейл так ничего не происходит ну можно что-то иногда лагает короче нажимаем скейл можно вот так смысл в том что если вы хотите масштабировать как бы можно вот здесь параметрах вручную вбивать можно как бы визуально это все сделать то есть делаем визуально чтобы проще как можно проще только запомните что когда вы выбираете на не вот конкретно вот этот вот треугольничек а у вас попадает какое-то ребро то скейлиться будет он вот неравномерно теперь выбираем допустим вот можете отсюда или отсюда но самое главное вам попасть на этот треугольничек такой красненький вот скейлим до нужного нам размера по-моему влезает а по-моему нет так уменьшим вроде ну ладно допустим так можете так же поиграться теперь он он у нас попадает вот в эту ноду превращается как бы в облако проходит какое-то количество времени все это дело обрабатывается достаточно долго потому что вот здесь вот у нас стоит качество сэмбл 150 пока введем 64 чтобы это все быстрее происходило ну как видите то есть здесь как бы качество а здесь вот тут его размер будет теперь теперь если мы нажмем сюда и сюда пройдет еще какое-то количество времени так хотелось бы еще немного отклониться от темы и так давайте прервемся я сейчас нажму стоп сформирую мысль и потом продолжим и так продолжаем то есть смысл в чем смысл что как бы у нас уже готово к экспорту но можно допустим экспрессом здесь вот переписать на и софсет опять потому что мы его используем как бы вот но это опять же я не совсем правильно объясняю но я пытаюсь объяснять для людей которые вообще никогда вообще не понимают что тут происходит а и так же хотелось бы отклониться и сказать что когда вы запустите гудини первый раз у вас может быть что сама тема будет либо такая либо вот такая и вам грубо говоря непонятно ну не совсем привычно будет смотреть видео вот в такой гамме а как бы работать в такой то меняется это все дело вот здесь edit color settings меняем на dark вот так теперь так сэмпл так сэмплов тут будет 300 а тут 64 так теперь вот теперь как бы хотелось бы объяснить как работают вот эти вот параметры на вот смурфики мы введем допустим мы введем здесь 64 да соответственно качество у него будет не очень все выходное именно как бы не выходное а входное здесь сэмплов 100 он будет то есть размером достаточно маленьким но чтобы понять как эти параметры работает я покажу но вам надо будет потренироваться это что касается геометрии мы экспортировали импортировали геометрию вот так теперь собственно сам экспорт происходит вот так то есть когда вы настроили здесь и здесь и здесь что вам надо может быть могу денщики тут еще что-нибудь налепит те кто знают так прошу прощения а сам экспорта производится очень примитивно быстро и просто заходим сюда экспорту экспорт мс выбираем здесь опять же я говорю у вас ничего не будет потому что мы будем делать это как бы в урок будет в этот входить торнадо мы конечно делать не будем потому что это отдельная тема для целого урока и не на один наверное даже не на два часа так заходим схематик сюда вводим допустим с ну как правильно там с по моему так ну не суть вот теперь у нас значение здесь 100 сэмплов это если кто пользуется бинвоксом будет проще понять там когда бат файл пишите то есть в команде вводите там вот есть такое значение там 256 64 вот это вот грубо говоря аналог бинвоксовского значения то есть а вот так сохранили нажимаем кнопку create при этом должны понимать что у вас сразу начнет жрать память вот пройдет какое-то количество времени а выскакивает консоль это показывает сколько блоков использовано на создание этой модели теперь загружаем mc edit вот он у меня уже загружен тут и экспортируем импортируем точнее собственно созданного нами смурфика сразу бы хотелось бы сказать по mc edit то ну то есть вот мы видим размер и как бы его и так прога упала в записи и как бы вот продолжение становились мы на том что как бы вот то есть вот это значение сэмплинга 100 в mc edit выглядит вот так то есть он вот такой а хотелось бы сразу пояснить экспортер как-то криво экспортирует ну не то что криво он экспортирует то правильно то есть надо развернуть модель разворачивается когда вы экспортируете из гудини чтобы так вот еще раз извиняюсь чтобы грубо говоря развернуть правильно модель вам нужно применить вот эти вот значения то есть нажимаем три раза е ну у по-русски вот иванг в английской раскладке три раза нажимаем и раз два три и r тогда у вас модель как бы развернется правильно вот у нас модель вот такая вот то есть теперь если мы используем так как видим для модели использовалось 400 так 4 миллиона 4 миллиона блоков по моему 4 миллиона да а теперь если мы вот здесь значение повысим соответственно здесь вы можете сколько угодно повышать но тут значение повысим допустим до двухсот придется подождать уже больше дольше 200 тоже быстро просчиталось ну тогда 400 чтобы как бы побольше времени прошло и у нас он как бы разница была то есть более ярко как бы выраженная как-то так придется подождать минут наверное 5 уже если может быть и меньше но суть заключается в том что 400 сэмплов наверно много а не ну достаточно быстро а хотя здесь еще считаться будет вот здесь мы указали 400 сэмплов здесь 64 поэтому как бы он вот такой вот кривоватый потому что качество вот здесь вот строение из геометрии грубо говоря облаков не очень то здесь мы указали 400 сэмплов если мы начнем экспортировать то вот допустим с смурс назовем два то мы увидим что у нас начинает падать память сжираться нажимаем кнопку и видим что уже для модели использовалось 256 миллионов блоков но один блок это в майкрафте этот кубик один ждать придется гораздо дольше уже видим что 6 гигов потребовалось соответственно если мы будем повышать сэмплирование volume 1 то объект будет больше более детализирован но памяти на это дело уйдет дофига и времени на время создания конкретно файла уже конечно займет больше времени мы видим здесь еще его нет потому что все это дело просчитывается это будет просчитываться вот это сейчас все не зависло то есть гудини сама по себе не зависла она сейчас работает но придется какое-то время подождать 800 сэмплов которые я использовал тогда для создания дыма тигра для тигра дыма там примерно минут я сорок ждал вот поэтому я нажму пока паузу и так вот у нас создался собственно говоря файл прошло где-то минуты 3 если мне не изменяет памяти как мы можем наблюдать то есть если мы зайдем в папку нашу рабочую а так зайдем в папку то мы видим что первая часть как бы со 100 сэмплами занимает 9 килобайт вторая часть 400 где сэмплов занимает 259 килобайт соответственно если мы сейчас будем экспортировать нашего смурфа то есть ну уже сразу видно что купа во первых здоровый стал да плюс плюс мы его поставили нам надо его развернуть нажимаем три раза е и р ну е не русская и английская а ну в общем ладно вы меня поняли короче вот вот это три раза и он у нас разворачивается правильно вот теперь как раз по поводу того собственно о чем шла речь по обрезку модели вот здесь вот вот это вот потолок все выше если вы сейчас нажмете enter так теперь на чем остановились опять не по понятным вообще не понимаю почему но прогу упала для записи вот собственно остановились мы на том что как бы вот это вот потолок и если вы нажмете enter то как бы вот он обрежет поэтому как бы сэмпловка она ну нужно к ней нормально относиться то есть как бы выше этого потолка не прыгать как бы как-то так вот ну в общем разница понятна да надеюсь еще поиграйте поймете первый вариант второй теперь так это у нас по сэмплам еще раз извиняюсь а это у нас было 400 сэмплов вот то есть качество вот здесь можно было получше сделать он бы не был вот таким вот а теперь перейдем собственно говоря к самому а торнадо почему то есть урок называется торнадо а вот это просто как бы было такое отступление ну достаточно наверное долгое вот вот чтобы понимать как вот это вот все работает закрываем ну не обязательно закрывать вы можете сохранить там версия 2 допустим вот этот вот файл а собственно говоря торнадо торнадо сделано на основе партиклов превьюшка этого торнадо выглядит вот так естественно если увеличить количество сэмплов и отрендерить нормально то в принципе достаточно качественная торнадо вот превьюшка выглядит вот так единственное что скажу что я экспортировал облако точек и чтобы экспортировать собственно такой вот момент в майнкрафт вот облако точек экспортировал геометрический грубо говоря файл вот и по нему собственно по этому облаку точек мы будем делать наш объект как бы потом экспортировать майнкрафт превьюх выглядит вот так так запускаем запускаем наш проект как мы помним мы переписали экспрессион вот здесь вот на импорт так опять русский язык так так импорт импорт естественно все сразу сломалось здесь вот так теперь нам нужно зайти в нашу папку майнкрафт гео и вот здесь будет торнадо это собственно говоря сама геометрия торнадо мы ее включим то выглядит это примерно так это точки если включить то их будет видно задача состоит в чем нам надо эти точки как бы перенести в майнкрафт вот подключаем наш импорт импортированные точки к и совсету но теперь у нас ничего не будет работать ну то есть работать то будет но не будет ничего видно по какой причине во первых надо переписать expression назад на на и совсет допустим выделяем c ну или вручную пишу так выделяем ctrl v нажимаем enter это раз а второе поскольку у нас геометрия геометрик таковой тут нету только информация о точках кстати кстати говоря не надо нам было переписывать expression да не надо было пишем назад импорт суть суть у нас есть геометрия точек не геометрия а облако точек в каждой точке есть свой номер по этим точкам нам надо сделать как бы облака тип ну не облака а торнадо собственно говоря его уже запихать в майнкрафт вступаем каким если мы сейчас вот включим да то мы увидим что у нас ничего не отображается это по той причине что здесь режим лучей грубо говоря включен нам нужно как раз выбрать вот в режиме вот point когда мы это сделали у нас появляется такая бледная пародия на наше торнадо бледная пародия если мы его отрендерим то ну вот выглядит вот так здесь можно поступить как здесь можно даже нужно сделать по вот этому входу правой кнопкой мыши здесь написать transform поставить ноду transform и а вклюпе перейти вот в эту часть экрана как бы передвинуть ну чтобы стояла она у нас нормально так теперь теперь нам нужно вот тут как раз вот этот offset потому что если мы как мы видим у нас это очень бледная сетку можно отключить вот здесь это не будет так ну красиво можно сказать хотя вы можете использовать любое значение это я так просто покажу то есть мы используем как раз вот здесь вот offset это как бы проще это объяснить это плотность или я по моему уже об этом говорил то есть будем допустим я использовал значение значение вот такое то есть чем больше это значение тем соответственно плотность будет больше то есть ну поиграйте с этим значением может какой-нибудь лучшее подберете я допустим сейчас данный момент использую 0.04 0.04 вот сэмплов я использую здесь 200 пройдет какое-то количество времени причем достаточно продолжительное количество времени поэтому я думаю что наверное сейчас нажму escape перейду сюда сразу сэмплы поставлю 500 нет 400 сэмплов 200 200 250 и нажму паузу то есть введите значение сюда 250 сюда 400 или 500 volume 1 вот и подождите вот а я нажму паузу потому что неизвестно сколько это все дело будет просчитываться так что пока на время нажму паузу вот вернемся когда это все просчитается я начну запись итак вот у нас все просчиталось получилось вот такой вот типа торнадо там всего отрендерить опять же то есть меняйте вот это значение сэмплами поиграть то есть в начале я там очень долго объяснял как это вообще вот это дерево нот работает теперь так еще надо чуть-чуть подождать пока все обработается так ну можно не знаю давайте на сайте посмотрим дэморил гудиневский двенадцатый что ли пока итак по независимым от меня причинам не знаю как правильно неправильно выразился опять упала программа записи суть в чем я вот тут значение я поставил 400 сэмплов когда экспортировал облака точек здесь 250 04 0.04 0.04 offset потом переходите сюда выбираете файл называете его как-то пишите его расширение и нажимаете create ждете прошло минуты наверно минут пять семь создался файл теперь я его поставил собственно в mc-edit и собственно вот оно торнадо сразу хотелось бы сказать binvox вы такой вариативностью такой вот не получите потому что чтобы получить такую вариативность как бы вариативность вам нужно создать такой мэш а создать такой мэш достаточно проблематично то то есть то есть то есть и и плюс бинвок он я говорю он не работает ни с партиклами ни с эффектами ни с чем то есть но эффекты можно как бы сделать вот так то есть если посмотреть то ну может быть конечно не совсем супер или еще что то но всегда вы можете увеличить допустим качество сэмплов вот здесь количество сэмплов играться с этим параметром и добиться того результата но это во всяком случае из исходного то есть вы можете вообще какой-нибудь совершенно другой эффект сделать и как бы экспортировать что это вот по как бы работе экспорта эффектов из гудини но это так на самом деле вкратце и много я слов переврал теперь что касается кто любит у нас попрограммировать и полазить собственно говоря порыться в кодах собственно сам экспортер написан на языке питон и посмотреть его можно так то есть вот этот ассет нажимаем правую блин уже заговариваться правую кнопку мыши тип пропертис заходим у нас появляется вот такое вот окно и здесь собственно скрипт а вот питон модуль включается он вот тут собственно говоря вот код исходный как бы чтобы удобство его сюда вот перенес ну вот такой вот экспортер написанный на питоне можете поковыряться можете чего-то там может используйте и напишите инструмент который на основе вот этого кода напишите инструмент для другой какой-нибудь программы там 3ds max май на собственно наверное на этом все еще раз говорю если вдруг было тихо там правда надо было в начале говорить тупо я не знаю прибавьте звук извиняюсь за большое количество фейлов грамматических ошибок и прочее это мое личное как бы видение объяснять я пытался для простым языком самым простым который на мой взгляд было как бы получился то есть понятное дело что абсолютно практически все я объяснял неправильно с точки зрения гудини но с точки зрения как бы пользователей которые не знакомы вообще с программой потому что если вдруг если как бы копаться в гудине то то есть объяснять что такое волюм и что такое совсет нода то это урок не поэтому а как работать конкретно вот с этим можно так сказать ассетом так так что всем спасибо кто посмотрел надеюсь видео будет полезным всем пока так и это не Продолжение следует...